В воскресенье жители города собрались на центральной площади, чтобы отметить широкую масленицу и проводить зиму. Песни, веселые конкурсы, румяные блины и, конечно, сжигание чучела. Если верить народной примете, зима уйдет так же быстро, как сгорела масленичная баба. Стоит ли ждать быстрого прихода весны и тепла? Смотрите в сюжете Дарья Белозеровой. Долгожданное солнце, порадовавшее жителей на прошлой неделе, снова спряталось за пасмурным небом. Зима не сдает свои позиции, но все же люди верят, что масленица – это переломный момент, поэтому с нетерпением ждут праздничного сжигания чучела. Бабу сожгут, как вы думаете, что-то изменится? Должно, мы будем надеяться. Наверное, это последний снег в этом году. Жители согревались горячим чаем и сладкими блинами. Малыши катались на каруселях, ели сладкую вату и с удовольствием участвовали в конкурсах. Со сцены звучали заводные песни. Одним словом, праздничная атмосфера и хорошее настроение тоже не давали людям замерзнуть. Хорошо, весело. Спасибо, очень хорошо. Чувствуешь, что весна приближается? Да, чувствуется. Чувствуется и настроение, и людей много, все довольные, все отдыхают. Рассказывцы собрались на центральной площади не только, чтобы поесть блинов и принять участие в масляничных забавах, но и пообщаться и поздравить друг друга. Поздравления звучали и со сцены. Хотелось бы пожелать всем весеннего настроения. Вчера была весна, сегодня зима пытается прийти, но, как говорится, добро всегда побеждает зло. Не за горами весна. Весна – это время, надежь. Хотелось бы пожелать вам всего доброго, счастья, удачи, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Масленица – это тот праздник, когда не только прощаются с зимой, но и прощают друг друга обиды и просят прощения сами. Православная церковь отмечает прощенное воскресенье, и верующие готовятся к Великому посту. К таким церковным праздникам, я считаю, нужно приобщать горожан, и в честь этого такое прекрасное гуляние, спасибо городу. И такой праздник мы должны простить друг друга и простить всех. В этот день просить прощения принято не только у родных людей. Извиняются перед знакомыми и соседями, но важно не только попросить прощения, но и простить самому, чтобы не вступать в Великий пост с обидами. Здоровья, счастья, удачи. Живите в мире, простите соседей, и они вас простят. Широкой масленицей. Мы любим вас, и все, что мы делаем, мы делаем для вас. Но если что не получается, и вы уж нас простите. С праздником, любимая, рассказывай. Веселая масленица не обошлась без традиционных конкурсов. Самые сильные поднимали гири, самые дружные перетягивали канат, самые ловкие взбирались на стол. Все победители и участники получили призы, а зрители угощались бесплатными блинами. Но все без исключения ждали главного праздничного события – сжигания масленицы. Нарядная баба загорелась неохотно и пылала долго. Значит, если верить народной примете, прихода весны придется еще немного подождать. Дарья Белозерова, Максим Соколинский. Новости. ТВ Рассказываем.